всем привет с вами я герасим шоу а ваш любимый ведущий герасим шоу сегодня мы поговорим о том что выбрать какую приставку выбрать просто мне этот вопрос недавно задали и я был очень как-то удивлен просто я владелец box 360 и box one ну и box one не мой но ладно он стоит у меня в комнате где-то в другой партии и мне задали вопрос что лучше ну это две вселенной которые надо как-то разобраться первым это финансовый вопрос финансовый вопрос если вы хотите купить не помните 4 или уже четвертое поколение или третье по логике у меня их бокс 360 и сейчас появился box one и я думаю ничего не буду выпускать на ибокс 360 потому что все такие ну мы по мы мы из этого вытащили все и все мы больше не будем делать игры на икбокс 360 потому что все перешли на икбокс 1 и на playstation 4 но у меня друзья владельцы икбокс и это плюс для меня потому что мы с друзьями все общаемся те кто будем покупать и мы решаем вот покупаем икбокс все плюсы и минусы ну тут надо просто разбираться давайте разберемся сперва по поводу икбокс 360 и playstation 3 какие плюсы и минусы но плюсы в том что в боксе граффон побольше больше лучше качественнее и бокс как-то быстрее работает playstation 3 иногда может и зависнуть граффончик такой не очень я даже могу вам сделать картинку сейчас gta 3 сейчас на вас на экране и вы видите что у икбокс 30 картинка лучше но мне больше нравится картинка укбокс 30 а что еще а ну там очень много плюсов и минусы я хочу сказать вам что это вопрос если сказать сделать опрос на улице что вам больше нравится они теперь скажут и конечно есть различие это геймпаде в аксессуарах но минус в боксе это то что там надо фигищах аксессуаров платят типа наушники это все еще долго стоит второй геймпад какие-то блок питания вай-фай там эти адаптеры и это все покупал и тратил на это деньги да ну знаете от этого получаешь удовольствие и эти пользуюсь конечно сейчас появились новые боксы где это все встроенное это лучше не надо тратить деньги на это сейчас на бокс ман а даже вот я могу вам почитать вот я нашел даже я не знал об этом плюсы и бокс 60 это наличие дешевых комплект акций более мощный процессор и графическая система качество картинки в играх часто лучше возможность взлома игры халявы да это самое главное у меня есть много прошивок и есть очень хорошая прошивка которая позволяет вам играть в бокс вайф не надо платить вот там там разные вещи есть в интернете а потом пятое это при наличии компьютера с windows медиа цены можно просматривать медиатеку с приставки но это блин не знаете пользовался там два раза там еще на халяву побалов и все но это старые списки уже это обновили как-то больше просто вот минусы монополия на дорогие фары это я вам сказал а сравнимая с пистэшн 3 конфигурация дороже да вот я вам говорил я вам говорил что она дороже а игры по сети они мальчислены вебсеркции бла-бла-бла только на платного аккаунта да согласен нет браузера но браузер уже есть обновили систему уже есть браузер explorer youtube все это есть уже сейчас а интерфейс плохо продуман а не не скажу сейчас интерфейс очень хороший сделали видео windows 8 нет на и box one он сделан чуть-чуть еще лучше на минус 8 и там икон как можно запутаться когда захожу в box one там очень все запутано и блин я там иногда теряюсь так джойстик удобно держать играть им не так удобно но знаете это на любитель я больше отношу геймпад и бокса больше на гоночке и на стрелялки там удобно газовать управлять а по поводу стрельбы там очень хорошо сделаны грибочки грибочки так джойстик поставляется двумя пальчиковыми батарейками аккумуляторы зарядки надо отдельно за отдельную плату но ребят я никогда не покупал помню отдельные аккумуляторы я просто покупал дохреничь себе пальчиковых батареек языке они там просто дешевый и нормально так и не производит видео с объемом более 4 гб это я не знаю что-то я первый раз об этом слышу и видно это уже пофиксили так давайте перейдем к playstation 3 плюсы вот playstation 3 я мало чего знаю подходит контроль для других производителей в том числе очень дешевые а в том смысле что playstation 3 она принимает другие производители геймпадов но у и бокса уже тоже есть такая фигня что она тоже принимает другие кеймпады но может я ошибаюсь но это старая информация а дальше плюсики игра по сети бесплатно но скажу что нет просто в playstation 3 есть игры где надо оплачивать отдельно и вот в этом бред просто вот в боксе ты оплатил халяву целый год и все и халявишь а вот плесень 3 там есть некоторые ну даже 50 процентов игр платные некоторые дамы есть бесплатно но блин надо искать наличие blu-ray привода помню и бокс тоже за уже был и стрел в бокс фантом есть наличие вай файме и встроенный браузер и бокс тоже сам поставил playstation home напоминающийся как лайфы такой удобный ростик у нет возможности установки линукс а кому нужен линукс более продуктные продуманный интерфейс но не скажу там сам белый интерфейс в пластин 3 а был от письки не знаю поменяли ли я его с обновой все пластищины 3 как-то не играл просто у друга сидел куда не агафонова иногда и проиграли играли стрелялки мастер комбат или фифу все а поддерживается больше кодеков а понятно минусы медленнее чем и в боксе я это вам говорил качество встроенного браузера оставляет желать лучшего особенно в youtube так пока не знамали нет идут на халяву но мне тут что-то зачеркнули но видно уже сделали хуже картинка в некоторых играх плохо сглаживание нельзя слушать музыку посетила время игры но что-то я не знаю можно ли это в боксе тоже интересно но по логике если от моего мнения мне больше нравится их бокс 360 потому что да может аксессуары дорогие так любят геймпад за 2500 но уже дешевле 1200 1400 все на их бокс вам делается и я даже нашел по поводу playstation 4 и box 1 минусы и плюсы тоже вот обновленные все это новое это новая информация и а тут говорят по поводу рынка что россия газа так что они на это не смотрят на эти приставки так так вот так но конечно у каждой приставки есть эксклюзивные играми моего и бокса есть хэйло и хит там некоторые игры а у playstation там антарстинга и что-то еще так 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 то тебе тоже почитаю плюсы и минусы и бокс вам и плюс 4 мне даже будет интересно для себя так посещать 4 плюсы первое это уже представлена во многих российских магазинах техника а второе более сильный графический процессор а функция запуска цифровых игр до того как они будут попал полностью скачаны из писи стола а кнопка еще позволяет передать видео с кеймплеем или прохождением игры вашим друзьям а удобный и органический контроллер дучок 4 мой английский меня убивает отсутствует защита на дисках у игр можно передать передать друзьям классно российские сервисные центры sony занимают бесплатным ремонтом данном и консоли классно поддержка стриминга игры да че из чвич очень хорошая хрень пластичин пластырей пластичный бокс вам тоже сделали эту фигню многие именные студии распространяют эксклюзивные проекты для этой консоли а очень классно минусы цена консоль выросла с момента старта продаж россии нет ингредиации с популярными российскими сервисами и мало количества стоящих эксклюзивов ну да сейчас на данный момент нет таких эксклюзивов на я бокс вам это управление представлением кинек 2.0 а также заточены под эту технологии игры я очень рад что и бокс вам сделали как-то упор на кинек 2.0 очень хочется такие офигенные игры с кинектом и он лучше передает информацию ваших эмоций ваше движение рук ваше движение тела крепкая стартовая линейка эксклюзивов стриминг игры через специальное приложение для twitch tv специальное приложение совместимость со смартфоном да очень крутая вещь я вообще пользуюсь офигенно пультом там иногда смотрю там что-нибудь зайду в браузер и смотрю там доктор хаус там и там агент счета и очень удобно сидишь кровати и нажимаешь на пульт очень офигенная вещь так редактирование игровых видеороликов у я не знал об этом данные еще возможность загрузки готовой работы на watch сервер не знал это я не стал минусы как вас манатоптичный интерфейс системы частично копирует windows 8 это самое хреново вот windows 8 у меня вообще неплохо я с ним как-то не дружу так стали стабильность работы кинек пока еще очень далеко от до идеального уровня до согласен а запись видео легко посредственно голосовым командам но вот такие плюсы а если вам я скажу это зависит от человека что любит человек я люблю и бокс вам и я просто очень много прошло игры на нем у меня до этого до и бокса был playstation 2 и поздно по следующим по я купил себе и бокс 360 и играл на нем так ну я хочу сказать что уже blu-ray есть до бокс ванны с 4 блок питания у playstation внутренний у бокс внешний цена в россии его встречу стоит от 17000 до 23000 а и бокс вам стоит от 15000 до ну давайте окублим 20000 больше но это самые такие знаете самые самые отстойные и самые тупые комплекта самая дорогая комплектация даже вот сейчас не стал айбокс на самую дорогую комплектацию на простейшем и посмотрим самую дорогую чтобы знать так вот самая дорогая простейшен 4 а а но я преувеличила Вон я просто куплю себе, ну вот 30 тысяч, 20, 30, ну да, ну тут еще дополнения какие-то, очень классно, я бы хотел купить себе мотор комнат 10, с фигур, а то мне не хватает фигур, ну ладно, ну да, где-то 30-35, вот так, ну и бокс, вся, я люблю бокс. Убокс, аутбокс, 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 ну вот такая же цена, да, самая, там тоже, да, 35, да, ну ребят, ну, налоги, вам надо дать где-то 40 там еще плюс еще какие-то аксессуары 50-60 точно выйдет еще диски мы с другом всегда у меня вот друг андрей он всегда свой у меня у него и бокс 60 он его хакнул и на халяву играет все нормально я тоже хотел себе так делать но я не вальданец и мне лучше купить это даже удовольствием купил проиграл и сказал я вот только в одну игру я посмотрю рука ты играл на на бокс 60 это был помнят все я там даже ничего не прошел поиграл где-то два часа 3 и все просто мне как-то игры надоели не очень не втягивает но может быть просто в бокс 60 надо играть компании но может быть сейчас будет dark souls 3 я может поиграю в него это но если вам было интересно это видео и вам полезно не знаю я бы на вашем месте потом не говорите типа вот вам герман клобот предложил и вы такие типа будьте ругать меня я бы выбрал и фокс не знаю потому что но блин у меня вообще у драгона у мишки который я играл в dark souls с ним и проходил много-много игр а у него еще playstation и бойко им очень насрать он может то и то играть когда мажоры можно все вот так если вам понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте если вы не согласны с моей информацией можете написать комментарии и мне будет полезно почитать может я чуть-чуть такой неоптный человек в приставку может быть я просто говорю такие вещи которые я знаю и все и вот так но следующий видос я думаю сделаю на ходу и там у меня еще есть пара уделения а мой и имя совпадает своим ческа ческа сказал там пару идей и очень хорошие дети у меня дал и надо тоже сделать все я написал что я хотел всем спасибо